Привет! На связи Андрей, канал Смарт Плюс. Ну что же, пришло время сделать отзыв об опыте использования Galaxy A60. У меня с момента получения данный смартфон уже более двух месяцев. Но чисто пользовался я им чуть более двух недель. И честно говоря, я неким образом заставлял себя им пользоваться. Сразу скажу, что это не из-за того, что смартфон плохой, а только потому, что мне не очень нравится данная оболочка. Скорее, она непривычна или неудобная или и то и то. Все ведь познается в сравнении. Ну и еще некоторые нюансы. Полноценного управления жестами тоже здесь нет. Также я местами замечаю китайские иероглифы. Не то чтобы это очень напрягало, но все-таки есть. Я, например, не могу понять, какой же все-таки УФ-индекс. И в звонилке тоже местами встречается, ведь мы помним, что это версия для китайского рынка, но с поддержкой русского языка из коробки. Да, скорее всего дело в прошивке и это можно поправить, но я не хочу заморачиваться. Я хочу достать смартфон и просто им пользоваться. По связи же у меня ни разу проблем не было. По крайней мере в городских условиях. В сравнении с другими смартфонами он не лучше и не худше, это точно. Даже 4G работает отлично. Напомню, Band 7, Band 3 здесь есть, а вот Band 20 нет. Кому это важно? Обратите внимание. Я сразу же хочу ответить на интересующий многих вопрос по поводу динамика, ведь здесь нет внешнего динамика. Он расположен внутри под экраном и мы слушаем по сути сам экран. Скажу, что это конечно не самый лучший динамик, который я слышал. С обычными динамиками смартфоны звучат конечно же более разборчиво, но это и не самый худший вариант, что я слышал. Во время разговора я не испытывал особого дискомфорта, но нужно учитывать, что в шумных местах речь может быть слегка не разборчивый, потому что здесь меньше высоких частот, им просто неоткуда взяться. А так слышно все более-менее нормально, просто немного по-другому. Но я заметил, что с обновлениями звук стал немного меняться и улучшаться. К примеру добавилось чуть больше средних частот и убрали низких, чтобы было меньше в скобках бубнижа и больше разборчивости. Я думаю, что с обновлениями еще не раз будут менять эти самые настройки, пока не доведут до оптимума. И кстати, чтобы хорошо было слышно, производители рекомендуют слушать чуть ниже верхние рамки экрана, а не самого вверху. Ну и действительно звук немного меняется. В общем прикольно. Сам экран это большой динамик. Скажу, что пользоваться в принципе можно, но повторюсь, есть звук и получше. Из внешнего динамика звук меня в принципе устраивает. Опять-таки он здесь средний и ничем не выделяется и по громкости, и по частотам. Для просмотров фильмов и ютюба в принципе хватит. Для использования наушников нужен еще и переходничок. 3,5 входа здесь нет или блютус наушники. У нас же в комплекте есть гарнитура с USB-C. И звучит она вполне достойно. Меня и качество, и громкость устроили вполне. Не для аудиофилов, но все же. По поводу самого экрана и этого отверстия под фронтальную камеру. Учитывая сегодняшние тренды, от этого деться куда-то очень даже не просто. Я имею в виду разные капли, дырки и тому подобное. Но как я и думал, очень быстро привыкаешь и перестаешь замечать. Словом, не напрягает. И я скажу даже больше. Многим нравятся трендовые отверстия в экране, и я не из их числа, например. Но, тем не менее, повторюсь, не напрягает. Сам экран IPS. И честно говоря, это меня радует. Подписчики моего канала знают, что я не очень люблю AMOLED. Это дело вкуса и привычки, так что не акцентируем на этом внимание. Тем не менее, экран очень достойный. Пусть там нет такого черного цвета, как в AMOLED. Но зато там нет проблем AMOLED с шимом и тому подобным. А так, яркость, насыщенность цвета, углы обзора, все меня устраивает. Но вот, к примеру, баланс белого я не могу сам настроить. Это опять-таки дела прошивки. Я максимум, что здесь могу сделать, это включить фильтр синего цвета. То есть, сделать экран с уходом в желтые оттенки. Также добавилась темная тема. Матрица у нас 6,3 дюйма с Full HD Plus разрешением. Отсюда выходит еще одно важное преимущество. Размеры и эргономика. Пользование данным смартфоном в плане эргономики здесь можно описать всего лишь одним словом. Удобно. Действительно, в мире современных лопат это одно из компактных решений на сегодня. Тут же, когда я пользовался, меня очень радовало, что мне более-менее комфортно. В первую очередь, за счет небольших рамок смартфона. По-моему, это тот вариант, когда больше и не нужно. Это чисто мое мнение. Камеры. Хоть их тут и три, и все модно, стильно, молодежно, меня они ничем особо не удивили. После обзора, в использовании, мое мнение не поменялось. В принципе, неплохие фото можно делать. Но точно можно сказать, что в его ценовой категории есть смартфоны, которые фотографируют и снимают видео получше. А вот ширик, например, иногда действительно бывает полезным. 4К 30 кадров. Тут есть возможность 4К снимать. Ну и Full HD даже вплоть до 60 кадров. Так что неплохо. Ну и вот только при съемке Full HD 30 кадров у нас появляется электронная стабилизация. Так что тут уж приходится выбирать, что в приоритете. Окей. Следующий вопрос. Хватало ли мне производительности? Snapdragon 675? Да еще как! Если мне, как среднему пользователю, хватает 660, то что уже о нем говорить? Этот железный середняк будет актуальным еще года 2-3 точно. Если Snapdragon 660 уже более двух лет, аппараты с ним на борту себя отлично чувствуют. Нет сейчас прям таких тяжелых приложений. Плюс тут 6 гигабайт ОЗУ, чего тоже с запасом. Все работает шустро и разблокируется и даже по лицу более-менее быстро и точно. Хоть есть, конечно, и гораздо быстрее. Тут тоже дело оптимизации прошивки. Автономность. Здесь дела обстоят неплохо. После получения и обзоров я положил смартфон в длинный ящик, подключенный к Wi-Fi. И вот перед вами скриншот. Теликал из коробки периодически довольно долго. Мне аппарата железно хватало на день использования в любом случае. При среднем сценарии использования к вечеру оставалось 30%. То есть еще бы на полдня при желании бы хватило. Но я просто ставил на ночь на зарядку. Батарея вполне нормальная для этого смартфона, если коротко. Но если бы было 4000 мА, то было бы вообще бомба. Конечно, не могу не сказать о модуле NFC. Как раз для многих это решающий момент. Он тут работает из коробки без каких-либо проблем. Я не раз им платил в магазинах. И отдельно хочу сказать о индикаторе событий, которого тут нет. Я думаю, что ошибочно экономить на таких мелочах. Хотя инженерам виднее, конечно, но я как пользователь хотел бы, чтобы он был. Хоть честно говоря, сейчас столько уведомлений лезет от разных приложений, что и не понять было бы, что к чему и почему мигает индикатор. Тем более у меня есть фитнес-браслет Mi Band 4, который уведомляет меня гораздо лучше. Еще несколько слов о материалах. Так как смартфон пластиковый и в комплекте есть прозрачный бампер, его можно рекомендовать к использованию. Глянцевый пластик 100% быстро покроется царапинами без него. У меня же все отлично. Защитная пленка на экране из завода тоже есть. Ну и пускай себе будет. В общем, вот такой небольшой отзыв от меня. Хорош ли смартфон? В первую очередь, своими габаритами и удобством использования. Да, хорош. Но я знаю точно, если вы пользовались Xiaomi Honor, Huawei, как я, то данная оболочка вас не впечатлит. Кто пользовался Samsung, то конечно будет как рыба в воде. Учитывая теперешнюю его цену, в принципе брать можно. Я покупал его еще на 40 долларов дороже. Но все-таки пользователям Xiaomi, Honor и некоторых других я не могу советовать данный смартфон. А могу лишь посоветовать только любителям конкретно Samsung. И то, что он ориентирован на китайский рынок и местами встречаются иероглифы, нет Band 20, это все чуть портит картину. Ну а у меня все, теперь ваша очередь. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого прекрасного гаджета. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Прощаемся ненадолго и всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok